Добрый день, коллеги! Сегодняшняя лекция будет посвящена проблемам управления температурой у нейрохирургических пациентов, которые находятся в критическом состоянии. Итак, гипертермия – это повышение температуры тела выше 38,3 градусов Цельсия. Гипертермия развивается у подавляющих большинства пациентов, которые находятся в отделении реанимации и тесно коррелируются с неблагоприятным исходом. Инфекционный генез повышения температуры удается выявить только приблизительно в половине случаев. Если причины гипертермии у наших пациентов остаются невыяснены, то говорят о гипертермии центрального генеза. Такая ситуация наблюдается приблизительно в 20-33% случаев повышения температуры тела. Перед тем, как начать управление температурой тела пациента, врач должен ответить на следующие вопросы. Для чего мы управляем температурой, когда следует начинать управление температурой, к чему стремиться, что происходит с мозгом при снижении температуры, чем пользоваться, у каких больных следует управлять температурой, какие побочные эффекты и осложнения могут развиваться, как долго следует продолжать манипулировать температурой, какие побочные эффекты и осложнения могут развиваться, Как долго следует продолжать снижение температуры, как правильно согревать пациента. И ниже мы постараемся ответить на все эти вопросы. Итак, управляя температурой, можно преследовать две цели. Первая – это снижение внутричерепного давления. Вторая – это проведение цербропротекции. Следует подчеркнуть, что на сегодня единственным эффективным методом цербропротекции является именно снижение температуры тела. Такие другие методы фармакологической терапии и так далее, и так далее, цербропротективным действием на головной мозг не обладают. Для цербропротекции снижение температуры тела нужно начать чем раньше, тем лучше, но не позднее, чем в течение 4-6 часов после начала катастрофы. После 6 часов индуцированные нормотермии, индуцированные гипотермии для цербропротекции неэффективны. При внутричерепной гипертензии всегда следует стремиться к нормотермии. Гипотермию для уменьшения внутричерепного давления следует использовать, если другие, менее агрессивные методы оказываются неэффективными. В последнее время гипотермия все чаще рассматривается как адъювантная терапия в переоперационном, при выполнении декомпрессивной кораникотомии. В практике интенсивной терапии у реанимационного пациента используются два температурных режима. Это индуцированная нормотермия 37 плюс-минус 0,5 градуса Цельсия и умеренная гипотермия 32-35 градусов Цельсия. Приведена классификация температурных режимов и специально мы ее приводим в основном на английском языке, поскольку в русскоязычной литературе существует путаница в их названиях. Итак, на слайде видно, что мы используем индуцированную нормотермию и так называемую mild-hypotherмию или умеренную гипотермию. Части других температурных режимов используются в других отраслях медицины, например, в кардиохирург. Часть из них, например, на профаунд, хайпотермия, понятно, не используется в медицине. Положительные клинические эффекты снижения температуры тела опосредованы большим количеством разнообразных механизмов, знание которых не является обязательным условием укладного и грамотного управления температурой тела врачам. Однако следует знать, что при снижении температуры тела происходит снижение уровня метаболизма, уменьшение проницаемости гематоэнцефалического барьера, уменьшение концентрации возбуждающих аминокислот и провоспалительных цитокинов в поврежденных тканях, уменьшение перекисного окисления липидов. Для снижения температуры можно использовать следующие методы. Это фармакологический метод, метод наружного охлаждения, внутривенное введение охлажденных растворов и внутривенная гипотермия с использованием венозного катетера. Фармакологический метод снижения температуры тела включает в себя использование нестероидных противовоспалительных препаратов, парацетамола и наркотических и седативных препаратов. Стероидные противовоспалительные препараты и парацетамол всеместно доступны, они относительно дешево, это плюсы этого метода, однако их использование связано с повышением риска развития ряда сложнений побочных реакций. Это прежде всего гепаты и нефротоксичность, их влияет на систему гемостаза. Эффективность этого метода не превышает 40%. Применение наркотических и седативных препаратов, как и неистероидных противовоспалительных препаратов, практически доступны в каждом отделении, но их эффективность невысока. Это минус этого метода. При использовании препаратов скорость снижения температуры тела невозможно прогнозировать, и обычный пациент нуждается в переводе на ИВК. Кроме того, затруднена оценка его неврологического статуса. Наружное охлаждение проводится при помощи различных систем, это фены, одеялы, матрасы. Эти методы довольно просты в проведении и относительно дешево, хотя новые поколения охлаждающих матрасов имеют довольно высокую стоимость. Скорость коррекции температуры тоже сложно прогнозировать при этих методах. И немаловажно, пациент испытывает выраженный дискомфорт, развивается мышечная дрожь. Это обуславливает необходимость проведения седации. Это внутривенное введение охлажденных растворов заключается в быстром, в течение получаса введения физраствора температурой около 4 градусов Цельсия в дозе 25-30 мл на килограмм. Это доступный и дешевый метод, который быстро и эффективно снижает температуру тела на 2-2,5 градуса Цельсия. Однако следует отчетливо понимать, что он пригоден только для введения пациентов в гипотермию и не может использоваться для ее поддержания. Несмотря на кажущуюся очевидность возможности развития таких осложнений, как отек легких и усугубление внутричерепной гипертензии, литературные данные и наш опыт свидетельствуют о том, что на практике этих осложнений не появляется. На сегодня наиболее технологичным методом снижения температуры тела является применение специального внутривенного катетера системы CoolGuard CoolLine. Эта система обладает рядом преимуществами перед другими методами снижения температуры. Она позволяет быстро управлять температурой, она позволяет точно поддерживать целевой уровень температуры. При ее применении ощутимо уменьшается дискомфорт пациента и снижается риск развития пневмонии. Основным недостатком этого метода является высокая стоимость, инвазивность и риск развития тромботических и тромбоэмболических осложнений. В то же время, поскольку у этого катетера есть дополнительные венозные порты, то можно избежать постановки других центральных венозных пуль катетеров. Это еще один плюс этого метода. Доказано, что гипотермия достоверно улучшает исход у пациентов с внутригоспитальной и внегоспитальной остановкой сердца у новорожденных с гипоксическим и ишемическим повреждением головного мозга. Следует отметить, что новорожденные – это единственная группа пациентов, у которых эффективно могут применяться различные модификации охлаждающих шлемов. У других групп пациентов нужное охлаждение головы не приводит к улучшению результатов лечения и снижению температуры. Для большинства других состояний в нейро-реанимации продолжается поиск оптимальных режимов использования гипотермии или индуцированной нормотермии, при которых они могли бы оказать цербропротективные действия. Так было показано, что 14 суток индуцированной нормотермии улучшали исходы при церебральном вазоспазме после сага. Также в последнее время появились предположения, что своевременно начатая умеренная гипотермия у пациентов с черепно-мозговой травмой будет оказывать нейропротективный эффект, если увеличить ей сроки до 10-14 суток. При злокачественном инфаркте среднемозговой артерии может оказывать цербропротективные действия и улучшать исходы гипотермии, если ее комбинировать с декомпрессивной трепанацией или проведением тромболизиса. При внутримозговом кровоизлиянии эффективность гипотермии наименьшая. Следует подчеркнуть, что это касается как цербропротективного эффекта, так и ее влияния на внутрочерепную гипертензию. Острый инфаркт нейокарда встречается относительно редко у наших пациентов, однако полностью исключить вероятность его развития нельзя. У нас был пациент с тяжелой черепно-мозговой травмой, полученной в результате автокатастрофы, и тяжелой ишемической болезнью сердца. На вторые сутки после травмы у него развился острый инфаркт нейокарда с фибрилляцией желудочков и неэффективной работой сердца. Мероприятия по ее восстановлению продолжались около 20 минут. После восстановления сердечного ритма была начата умеренная гипотермия, которая продолжалась в течение суток. В результате пациент хорошо восстановился. Спустя год по шкале исходов Глазга имел 4. Следует помнить, что сегодня гипотермия в интенсивной кардиологии рассматривается как альтернативное направление терапии при остром инфаркте нейокарда. По нашему мнению, сочетание коронарного синдрома с черепно-мозговой травмой является абсолютным показанием проведения ее умеренной гипотермии. При таком клиническом сценарии уместна дискуссия о продолжительности гипотермии. На сегодня отсутствуют данные об эффективности гипотермии в ней же онкологии. По нашему опыту, гипотермия эффективно нормализует внутричерепное давление, когда другие методы неэффективны или не могут быть использованы. Кроме этого, в своих работах мы неоднократно показывали, что гипотермия может с успехом применяться в переоперационном периоде при декомпрессивной гемикраниэктомии. При этом уменьшается риск развития различных интероперационных осложнений, такие как вспучивание мозга, внутримозговые кровоизлияния. И, возможно, при таком использовании гипотермии мы вправе рассчитывать на ее церебропротективный эффект. Используя такой агрессивный метод интенсивной терапии, как гипотермия, врач должен отдавать себе отчет в том, что при этом возможно развитие тяжелых осложнений и побочных реакций. Со стороны сердечно-сосудистой системы возможно следующее осложнение. Это брадикардия, снижение сердечного выброса, снижение артериального давления, трепетание и фибрилляции предсердий при температуре ниже 32 градусов, желудочковые нарушения ритма при температуре ниже 30 градусов, асистолия при температуре 24-28 градусов. И кроме этого симпатоадреналовая реакция может приводить к вазоконстрикции, повышению уровня артериального давления, то есть и гипотермия может вызывать как гипотензию, так и артериальную гипертензию. К счастью, опасные нарушения сердечного ритма развиваются при температуре ниже 32 градусов, то есть при таких температурных режимах, которые не используются в нашей практике. При снижении температуры тела включаются механизмы, направленные на поддержание нормотермии. После вазоконстрикции развивается мышечная дрожь. При этом значимо увеличиваются метаболические затраты, что приводит к увеличению зоны ишемии, поврежденных органов и острому коронарному синдрому у больных с ишемистской болезнью в сердце. Поэтому мышечную дрожь необходимо купировать агрессивно и незамедлительно. При снижении температуры тела происходит смещение к ревоизации гемоглобина влево, повышение афинности гемоглобина к кислороду, что может приводить к клеточной дисфункции лактат-ацидозу. И, наконец, при снижении температуры тела развивается гипервентиляция. В связи с этим нужно тщательно мониторировать уровень ПЦО2 в материальной крови. При снижении температуры тела ниже 30 градусов развивается так называемый холодовой диурез, вследствие уменьшения констрации вазопрессина и дисфункции канальцев. Кроме этого, при снижении температуры тела может развиваться капиллярная утечка и формироваться третье волемическое пространство. Это приводит к развитию гиповолемей, которые, в свою очередь, вместе с возможной вазоконстрикцией, способны вызывать снижение органного кровотока. При этом могут появляться эрозии слизи желудка, отек кишечной стенки, снижение функций печени. Кроме этого, описано развитие панкреатита. Типичными гомеостатическими нарушениями при изменении температуры являются изменения уровня глюкозы, калия, магний в плазме. Так, при охлаждении развиваются гипергликемии вследствие уменьшения синтеза инсулина и блокады инсулиновых рецепторов, и гипокалиемия с гипомагнезиемией вследствие ухода ионов калия и магний в клетку. При согревании, напротив, развивается гипогликемия, особенно если во время гипотеремии активно использовался инсулин, гиперкалиемия и гипермагнезиемия. Гионы калия и магний выходят из клетки в плазму при повышении температуры тела. Это следует помнить и осуществлять мониторинг уровней глюкозы, калия, магний на всех этапах проведения гипотеремии. При развитии гиповолемии вследствие вышеперечисленных причин повышается гематокрит, что нежелательно, например, у пациентов с церебральным фазоспазмом. При снижении температуры возможно развитие тромбоцитопении, дисфункции тромбоцитов, уменьшение концентрации факторов свертывания крови в плазму и, как следствие, повышается риск развития геморрагических осложнений. Однако, к счастью, мы не встречались с геморрагическими осложнениями на фоне гипотермии у наших пациентов. Большинство исследователей сегодня считают, что риск геморрагических осложнений при гипотермии является преувеличенным. При проведении гипотермии повышается риск развития инфекционных осложнений как вследствие лейкопеней и подавления функций нейтрофилов и макрофагов, так и вследствие рефлекторных механизмов, которые запускаются при использовании систем наружного охлаждения. Это особенно касается тех систем, при которых есть непосредственное воздействие низких температур на грудную клетку пациента. Использование современных систем для проведения внутривенной гипотермии позволяет это избежать. Как долго следует проводить гипотермию? В последнее время пересматриваются ответы на этот вопрос. По классическим представлениям, гипотермию следует проводить в течение 24-48 часов. Однако стали появляться работы, при которых показана большая эффективность и длительного периода снижения температуры тела, вплоть до 5-7 суток и более. Следует помнить, что то согревание – это важнейший период, так и может быть самый важный этап гипотермия. Именно при согревании происходит наибольшее количество осложнений, который в конечном счёте и ухудшает результаты гипотермии. Поскольку фактически все острые состояния нейрореанимации сопровождаются повышением внутричерепного давления, одним из двух основных эффектов гипотермии является снижение внутричерепного давления, то при согревании всегда есть повышение внутричерепного давления. Иногда это носит неконтролируемый характер. Поэтому в избежании ребаунт-эффекта внутричерепной гипертензии следует чётко соблюдать следующее правило. Это первая скорость согревания не должна превышать 0,05-0,1 градуса в час. То есть период согревания с гипотермией до нормотермией должен занимать более суток. Это строгий контроль внутричерепного давления и строгий контроль уровня ПЦО2 в крови. Так, в качестве заключения следует сказать, что управление температурой в практике нейрореанимации подразумевает под собой проведение или индуцированной нормотермии, или индуцированной или умеренной гипотермии. Гипотермию мы проводим для церепропротекции, снижения внутричерепного давления и в качестве адъювантной терапии в комбинации с декомпрессивной гемикраниоэктомией. Нормотермию мы проводим профилактически. Для профилактики непосредственного повреждения головного мозга гипертермией речь идёт только об остром периоде заболевания, так как в отстроченном периоде не определены уровни лихорадки, при которых нужно проводить снижение этой температуры. И также нормотермию мы проводим для церепропротекции после периода гипотермии, так как после гипотермии часто развивается так называемый ребаунд эффект, когда у пациента появляется устойчивая лихорадка. Причины этого эффекта остаются невыясненными, но очевидно, что такая лихорадка развивается непосредственно после гипотермии, это будет повреждать головной мозг и ухудшить результаты лечения. Исходя из этого, после проведённой гипотермии следует поддерживать нормотермию и её. Иногда для этого требуются очень агрессивные методы. Спасибо за внимание. Продолжение следует...